Накануне учебного года в Заволжской школе номер 19 произошло ЧП. Недобросовестный подрядчик, который должен был отремонтировать кровлю здания, вместо подарка ученикам и педагогам к 1 сентября, добавил огромных проблем. 10 июля приступил к выполнению работы. Выполнил работы он в непродолжительное время, и это нас спасло, всего 4 часа, за которые он умудрился снять слой кровли, который вообще не предполагался для съема по проекту. Мы его вовремя остановили, но уже то, что он успел сделать, он уже это сделал. Сделал и на следующий день отказался продолжать работы. В итоге, после сильных дождей, школа была протоплена на два этажа. Классы с косметическим ремонтом, которые уже были готовы к приему детей, пришли в негодность. На подрядчика завели уголовные дела, и с ним теперь будут разбираться следственные органы. Мы являемся, конечно, заложниками федерального закона 44. Конечно, обыватели, в силу даже просто человек, который не связан с этим, не знают этих деталей, но мы понимаем, что есть определенная тендерная площадка, куда мы выкладываем вот этот тендер. И застройщики, они подрядчики, они выходят, играют в этот тендер, и система устроена таким образом, что победитель является тот, кто предложит минимально низкую цену. И вот есть такие недобросовестные подрядчики, которые роняют эту цену до такой степени, что другие хорошие за эти деньги делать не будут, потому что они понимают, что это невыгодно, это будет халтура, это будет некачественно, но они за счет этого выигрывают и пытаются проводить вот такую работу. Хотелось бы, чтобы наше законодательство, возможно, пособирало по стране такие случаи, их на самом деле очень много, и каким-то образом придумали еще дополнительные механизмы, которые позволяют, возможно, анализировать и отсеивать недобросовестных подрядчиков. Вопрос с ремонтом кровли пока остается открытым, как и вопрос, как и где будут учиться дети в начале учебного года. Все эти моменты глава городецкого округа Александр Мудров обсудил на встрече с родителями, подчеркнув, что сейчас администрация делает все возможное для того, чтобы учащиеся школ как можно быстрее приступили к занятиям в сентябре. У нас есть подрядчики, которые работают на других школах в городе Заволжье, в первую очередь обратились к ним, но у них недостаточно рук, у них недостаточно даже средств для того, чтобы, не дожидаясь заключения контракта, закупать те или иные материалы, которые требуются для выполнения работы. Мы объявили запрос котировок, это не конкурсная, ну, вернее, это одна из конкурентных процедур, но она значительно короче, чем аукционный конкурс, потому что сегодня у нас каждый день на счету. 8 августа не состоялся первый запрос котировок, потому что ни один подрядчик не согласился выйти на выполнение этих работ. Срок выполнения работ по контракту мы не меняем, это 33 рабочих дня, не рабочих, а календарных дня. Соответственно, если бы мы его сузили до 1 сентября, нам бы тот же ФАС сказал, что мы создаем ненадлежащие условия для конкурентной закупки, поэтому 33 рабочих дня мы не меняем, хотя понимаем, что уже с 8 августа плюс 33, это мы выходим за 1 сентября. Но иных путей у нас определения подрядчиков на сегодняшний день нет, поэтому вчера размещен был еще один запрос котировок, окончание подачи это 20 августа, 21 августа подведение итогов, и где-то на 26 число мы выходим на заключение контракта с поставщиком. Не дожидаясь окончания судебных разбирательств с Хаитовым по восстановлению школы за его счет, мы выделяем под тем сметом, которые сейчас будут составлены, опять же из резервного фонда городецкого муниципального округа, деньги на то, чтобы выполнить эти работы в идеале, в параллели с тем, как у нас будет выполняться ремонт кровли. И уже потом регрессом будем выставлять именно это требование Хаитовым, для того, чтобы он, по сути, возместил наши затраты. Глава ответил на все вопросы интересующие родителей, и по ответственности подрядчика, и по ремонту кровли учебных помещений, и не только. Внутри школы как будет организовываться ремонт? На скорую руку, то есть чтобы быстрее запустить учеников, или как это нужно будет делать? То есть просушивается школа, потому что все ремонтируется, потому что если у нас скорая рука, это бесполезно будет. Сейчас работает у нас рабочая группа специалистов нашего городестро-сервиса, которые определяют объем необходимых работ и по технологии, как они должны выполняться. С просушкой естественной, либо принудительной, то есть через нагреватели, с демонтажом испорченных покрытий, либо, например, можно не все демонтировать, а выполнять поверх, но, опять же, это должны сказать специалисты, которые этими вопросами ремонта занимаются профессионально. Что касается организации образовательного процесса, то сейчас прорабатывается несколько вариантов, как и где учащиеся будут проходить обучение. У нас на уровне управления создана рабочая группа из числа специалистов управления образованием и молодежной политики, куда включились также администрация 19-й школы. На сегодняшний день уже проведено заседание совместно с директором 18-й школы, с администрацией 18-й школы, потому что на сегодняшний день это близлежащая организация, куда мы вам можем предложить, чтобы мы организовали максимально очно обучение ваших детей в микрорайоне, где имеется и транспортная, и пешая доступность. У нас есть СанПИНы, которые четко определяют те классы, которые мы не имеем права вводить во вторую смену. Соответственно, это первые классы, которые обязательно должны учиться в первую смену. Это пятые классы, которые обязательно должны учиться в первую смену. И это говорит про девятый, десятый, одиннадцатый класс, которые также должны обучаться в первую смену. Когда мы рассчитали проектную мощность 18-й школы, чтобы поместить все обязательные классы, которые должны учиться в первую смену, нам пришлось часть классов 18-й школы перевести во вторую. Какие классы и в какую смену будут учиться, сейчас это в процессе обсуждения, в том числе с учетом мнения родителей. Все детали будут им представлены на встрече перед началом учебного года, который состоится после 26 августа. На сегодняшний день администрация рассчитывает, что мы все-таки сможем определить подрядчика, который выполнит эти работы качественно и в тот срок, который будет определен контрактом. С родителями обсуждали различные варианты организации образовательного процесса. Мы хотим, чтобы все работы и, соответственно, изменения в режиме работы школы коснулись только сентября. Но, повторюсь, это будет зависеть от того, кто выйдет в итоге на выполнение этих работ. Любого подрядчика, который заявится на 19-ю школу, мы будем очень строго контролировать, для того, чтобы не допустить ни одного малейшего промедления при выполнении работ. Понимаем, что дети должны как можно быстрее оказаться в привычных им стенах, в привычных кабинетах. А главное, чтобы обещали в этот день участникам встречи, что День знаний ребята все-таки отметят в стенах своей школы. Мы сегодня понимаем, что 2 сентября, когда вся страна будет праздновать День знаний, мы организуем линейку и первые классные часы в помещениях 19-й школы, чтобы ребята по привычке пришли именно в свою родную школу. С подрядчиком, который будет определён на тот момент, договоримся о том, чтобы он приостановил выполнение работ, и мы не нарушили санитарное законодательство, отмечая тем самым День знаний.